Очередная попытка вооруженного ограбления в Киеве. Двое в масках стреляли в мужчину. Огнестрелы становятся в столице привычным делом. Лишь за последнюю неделю таких случаев было несколько. Три человека были ранены возле центрального железнодорожного вокзала. Стреляли на Троещине. В Дарницком районе взорвали гранату во дворе. Все подробности сегодняшнего нападения узнаем от Лины Зеленской. Утро. В районе станции метро Лукьяновская прогремели выстрелы. Двое в масках пытались отобрать у мужчину сумку с деньгами. Напали. Хотели грань забрать. Улица зоологическая, место достаточно людное. Но это не остановило нападавших. По словам очевидцев, между ними и пострадавшим завязалась драка. После чего преступники и применили огнестрельное оружие. Потерпевый наш прямовал в этот час до властного офиса. При себе имал сумку с грошевыми грошами. Во время подхода до властного офиса на него был действован напад с использованием огнепельной оружии. Потерпевый огнепельных поранений не отримал. У него наявлены телесные ускорбления характерные от побоев. Мужчина 89-го года рождения получил травму головы и ключицы. Сейчас его состояние стабильное. По словам медиков, огнестрельных ранений у пострадавшего нет. Отобрать сумку злоумышленникам не удалось. А вот улик они оставили достаточно. Очевидцы говорят, что преступники действовали довольно хаотично. Они были непрофессионны, они были разгублены. Они перечиплялись через этого пораненого человека и хаотично бегали в машину. Задержать их не удалось. Преступники скрылись на темно-синей Ауде. В Киеве объявили план перехват. Вот цинизм и открытость совершения такого рода преступления, да, оно увеличилось в несколько раз. Сегодня это более доступно. И на сегодняшний день мы уже начинаем, извините за выражение, за цинизм. К этому привыкать. Существует такой стереотип, что якобы на это влияет война, которая идет на Востоке. Да, конечно же, влияет. Но первый фактор, скорее всего, это дестабилизация правоохранительных органов. Вследствие реформы МВД в органах практически развалена оперативная работа. Раскрываемость по самым оптимистичным прогнозам упала на 50, а то и на 70 процентов, говорят эксперты. Поэтому преступники все чаще действуют с откровенным цинизмом, ничего и никого не боясь. Лина Зеленская, Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер.